Всем привет! Приобрел себе вот такой вот ручной плиткорез DLT MaxLim для реза керамогранита на метр двадцать. Итак, как вы видите, станина у плиткореза из супер прочного алюминия, вот с таким ребром жесткости. Ну и на линии реза тоже мощное ребро жесткости. Толщина этого ребра, а также резинки, что смягчают при ломании плитки, составляет 8 миллиметров. Длина рабочей части плиткореза метр двадцать восемь. Общая длина станка метр шестьдесят два. Ширина плиткореза двадцать сантиметров. Высота станины четыре сантиметра. Общее количество подшипников двадцать одна штука. Сам ломатель примагничивается к верхней части. Плиткореза. Это очень удобно, когда работаешь с одной рукой. Встроенный лазер для точного реза. Вот такие вот аккумуляторы стоят. Длина шины один метр пятьдесят один сантиметр. Высота четыре сантиметра. И ширина два сантиметра. Высота общего плиткореза двадцать сантиметров. В наборе идет зарядное устройство и ключи. И вот такой вот бачок с трубкой. А внутри встроенный фитиль. Далее вот такие вот линейки. Сейчас мы их быстренько соберем. А это ограничитель для точного реза. Здесь же у нас есть приспособление для резки по диагонали. Несмотря на его большие габариты, станок довольно-таки легкий. Его вес составляет всего на всего шестнадцать килограмм. В комплекте идет вот такое вот специальное масло для резки стекла. Итак, зальем масло. Проверим, насколько оно дошло до ролика. И мы видим, что масло полностью обволакивает ролик. Вот, немножечко пропил начинается. И каждая плита, вот их три плиты ушатали. Вот так начинает пропиливать. И вот так она трескается. Да, и после того, как дало трещину, говорит, ты ее дальше можешь резать. Вот мы сейчас хотим на этом станке ее попробовать. Но в данной ситуации плитка укладывалась по диагонали. Ее надо было резать также по диагонали. А сейчас как разъясняется? Ну, сейчас мы поэкспериментируем, ну, разными вариантами. Давайте по диагонали попробуем. Станок новый, говорят, хороший. Пробуем длину обрезать и по диагонали. Плитка 90 на 90. Толщина этой плитки 11 миллиметров. И ее вообще никакой станок не брал. Даже водяной. А новая модель почти справилась. Здесь мы видим, что плиткорез полностью справился с этой проблемной плиткой. Мало, мало, еще. Нет, вообще не нажимал. Даже по диагонали. Распустило четко. Итак, попробуем. Керамогранит метр 20 на 60. Толщиной 10 миллиметров. Выставим плитку точно по нужному нам размеру и попробуем сделать серийную резку плит одного размера. Линейка работает довольно-таки точно. И теперь не надо чертить на плитке. И метится по 5-10 минут. И то не всегда точно разрежешь. Выставили размер и режем. Да, это приспособление увеличило скорость в разы. Попробуем поработать с помощью присоски. Ее мы также приобрели у ДЛТ. Да, теперь стало намного удобнее и быстрее. Быстро и точно выполняет все действия по серийной резке керамогранита. Правда, есть один недостаток. Все микросколы от плитки прилипают по бокам режущего ролика. Но это нам не мешает. А наоборот, ни один микроскол не попадет под шипник. Главное, надо не забывать и почаще удалять крошки с ролика. Ну и у кого совсем простая плитка, можно не использовать масло. А работать как обычным плиткорезом. Далее у нас попалась, ну, очень сложная плитка. И этот режущий ролик с ней не справился. Начал колоть. Сейчас мы его поменяем на руби. У них одинаковый посад. Вот такой вот интересный ролик. И как я слышал, он должен справиться с этой задачей. Итак, попробуем. Толщина керамогранита 11 миллиметров. Да, здесь тоже все получилось. Друзья, впереди много сложных работ. И мы будем дальше тестировать. А на сегодня у меня все. Всем пока. Спасибо за внимание. Друзья, спасибо за внимание. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok